В декабре 2020-го американская студентка Скайлар Мак была заключена в тюрьму на два месяца. Она вылетела на Каймановы острова по приглашению своего байфренда Ван Джерамгита, жителя Каймановых островов. Девушка должна была находиться в карантине в течение двух недель. Вместо этого, всего через два дня девушка сняла «браслет», который следил за тем, чтобы она оставалась на одном месте, и присоединилась к своему парню на его соревнованиях по водным лыжам. Когда полиция догнала ее, оказалось, что Скайлар ко всему прочему не носит маску и не дистанцируется от общества. Ее первоначальный приговор, четыре месяца тюрьмы, был сокращен вдвое после апелляции. Бойфренд Рамгит получил аналогичный срок. Несмотря на протесты семьи, которая обратилась за помощью к президенту США Дональду Трампу и получила поддержку в соцсетях от его сына Эрика, власти Каймановых островов решение суда не отменили. В январе 2021 года бывшая британская королева красоты и модель Зара Холланд и ее бойфренд Эль Лет Лав были помещены в карантин в четырехзвездочном отеле на Барбадосе на минимально необходимые пять дней. После этого нужно было пройти второй ПЦР-тест, это требование ко всем путешественникам из стран высокого риска. Все шло хорошо до того момента, когда второй тест обоих дал положительный результат. Вместо того, чтобы оставаться на карантине и дальше, пара бросилась в аэропорт и попыталась успеть на обратный самолет. Не успела. Она британская пара на том же Барбадосе попыталась хоть как-то подсластить самоизоляцию и пригласила местную жительницу для совместного секса в номере. Увы, последнюю поймали, когда она перелезала через забор отеля. Еще один турист, теперь уже на Яйке, не выдержал испытаний одиночеством и буквально выскочил из своего гостиничного карантина якобы в бар за безалкогольным напитком. В конечном итоге он получил тюремный срок. Специалисты считают, что причины таких срывов в области психологии. Когда люди сталкиваются с неожиданными мрачными перспективами, они просто отключаются и начинают действовать, на авось. Некоторые полагают, что риску подвергаются только самые уязвимые, а с ними самими ничего не произойдет. Более того, по мнению экспертов туризма, очень мешает отсутствие какой-либо согласованности в отношении ограничений на поездки в разных странах мира. Путешественников вводит в заблуждение тот факт, что нет никаких общепринятых международных правил. Тиризм, are you? Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.